И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. И сегодня записываю новый ролик. Я никогда не делал такого, я не делал никаких супер-мега-безумных обзоров на игроков. Но сегодня настал тот момент, когда стоит сделать такой ролик, стоит посмотреть на данных игроков. Это топ-8 задротов нашей игры. Можно называть их по-разному, можно называть их задротами, можно называть их покемонами. Данное слово мне вообще очень-таки сильно нравится. Я думаю, что с этим словом мы вообще свяжем определенную рубрику, которая у нас раньше называлась «Безумные игроки». Сейчас она будет называться немножечко иным образом, и оно будет еще связано со словом «покемоны». Но это так, вам чисто для информации. Можно называть их задротами, можно их называть танкожителями, можно их называть еще какими-то другими словами. Но это те самые игроки, которые имеют максимальное количество времени, проведенного в нашей игре. Понятное дело, что данный рейтинг имеется только с определенного времени, но не с начала нашего проекта. Это нужно помнить. Но данный обзор есть, и данный рейтинг уже у меня имеется. Сегодня я подобрал данных 8 игроков, и по каждому из них мы сегодня-таки пройдемся от 8-го места до 1-го. Кто же будет сегодняшним победителем, я, наверное, таки уже знаю. Если вы, ребят, например, вы не попали в данную рубрику, но у вас имеется времени, именно таки проведенного в игре, больше, чем у данного любого игрока, то вы смело можете написать по этому поводу в комментарии, написать свой никнейм, либо скинуть же ваш профиль именно таки рейтинговый, танковый. Написать «Я задрот, у меня больше». Мы выпустим новую часть, сделаем обзорчик, и я скажу, что я был неправ, вы круче, и мы вас добавим. Ну, а сегодня я их нашел. Это 8 человек, которые проводят очень большое время в нашей игре. Начинаем с кубаши. 6665 часов. Для меня это огромное количество, и если сравнивать данный рейтинг с рейтингом на моем аккаунте, то это почти в 2 раза больше. Почти в 2 раза больше. Что же такого удивительного данный игрок делает? Он любит очень-таки васпожигу, и на этом в сочетании он набил почти 9 миллионов опыта. При этом имеет большое количество дронов, играет только на трех. Так же любит режим каждый сам за себя. Васпожига, ДМка, это, наверное, то самое дело, которое он любит очень-таки много. Именно в этом деле он любит проводить очень-таки много времени. Так, наверное, будет более правильно. 5000 часов в режиме каждый сам за себя. Я так понимаю, то, что эти все часы и опыт были набиты в режиме 1 на 1. Возможно-таки, какая-то маленькая-маленькая часть была набита в ДМках, именно-таки в простых, но я более чем уверен, что все остальное было набито в режиме 1 на 1, в простой ДМочке, где ребята просто тупо на васпожиги ехали, сливались и набивали. Ну вот такой вот игрок, ему нравится так проводить это время, и он заслуженно занимает сегодня 8 место. Следующий игрок небезызвестный для меня, и тот самый игрок, который, наверное-таки, последнее время очень-таки часто играл со мной, но пока я именно-таки перешел в матчмейкинг, игрок данный продолжил играть в своих ББПшках и в своих точках, здесь мы немножечко-таки с ним разошлись, но данный игрок для меня очень-таки известен, и это Ворзакон, который занимает 7 место с 6 686 часов у него именно-таки на игре. Огромнейшее количество, при этом он последнее время играет на Вас по рельсе, также на Хорната рельсе, именно-таки, играя полигоны в формате ЦП, набито 6 почти тысяч часов, а это значит, что на другие режимы он тратит намного-таки меньше времени, и любит именно-таки данный режим, это для меня не удивление, если для кого-то удивление, то именно-таки, поэтому я данный факт рассказываю про данного игрока. Вот такой вот интересный еще персонаж, я думаю, на нем мы сегодня сильно время не будем обострять или уделять вообще в принципе что-то рассказывать. Отличнейший игрок, отличнейший человек, я его знаю, молодец, ему нравится, он играет, он все это дело делает. Следующий игрок, который занимает у нас шестое место, с небольшим отрывом от Ворзакона, у которого имеется 6751 час опыта в игре, это РВВ 1974 года рождения, я так это понимаю, который, как по мне, не так сильно выделяется определенным одним режимом, нежели Ворзакон и Кубаша. Здесь парень сочетает в себе уже два режима, как контроль точек, так и каждый сам за себя. Играет очень-таки много на Мамонте и Титане, на данных двух корпусах уделяет огромнейшее количество времени, ну а что касаемо именно таки пушек, то последнее время, я так понимаю, его интересуют пушечки дальнего боя, тот же Гром, тот же Магнум, тот же Вулкан, тот же Страйкер. Любитель тяжелых корпусов, сочетает приятное с полезным и стабильно нагибает в ББПшках, я так понимаю, в матчмекинговых боях так много, я думаю, что он не играет. Такой вот персонаж, к слову, даже неплохой коэффициент у него в итоге набит, хотя в принципе набито 15 всего лишь миллионов опыта. Если сравнивать данное количество опыта с моим опытом, у меня набито 17 миллионов за 3500 часов, у данного игрока набито за почти 7000 часов, ну грубо говоря, 15000 опыта. Не знаю, каким образом у него так мало опыта, но вот такой вот игрок у нас появляется и занимает шестое место сегодня. Следующий игрок у нас с ником 35011, вот такой вот циферный игрок у нас имеется и у него имеется почти 7000 часов. 6980 тысяч часов. Вот столько он набил и также любит мамонт и также любит рикошет. На рикошете набито почти 12 миллионов опыта. Данного игрока вообще можно определенно считать не только игроком, который играет долгое время в нашу игру, но он также может попасть в другую рубрику с определенным сочетанием, на котором набито колоссальное количество опыта. Ну и времени соответственно времени у него по 5000 на одном вооружении это почти все время то, что он набивал именно таки в нашей игре. Что же касаемо режимов, то данный игрок предпочитает контроль точек, возможно таки также встречается постоянно в ББПшках, но если честно я не помню такого игрока, наверное таки где-то мы с ним пересекались, но такого игрока я не помню, не знаю чем он занимается, может быть он играет в матчмейкинге, может он играет в тех ББПшках, в точках где меня вообще не было, но вот такой вот игрок у нас сегодня имеется и он занимает 5 место. Следующий игрок с ником Степа Степа В VH F вернее VFH у которого имеется 7061 час нашей игры. Также данное количество соответствует четвертому месту в нашем рейтинге задротов. Данный игрок любит использовать уже более обширное вооружение и не уделяет прям такое конкретно большое колоссальное время одной какой-то определенной пушки хоть и на Ажиге у него набито почти 6 миллионов опыта также у него набито 3 миллиона на той же Изиде на Твинсе миллион на Вулкане уже 800 тысяч тут уже все по убыванию пошло но в принципе можно считать что он любит использовать не только одну определенную пушку что касаемо корпусов то тут здесь явно конечно же выражен викинг а это значит что данный игрок любит использовать наверное таки данное вооружение именно таки в контроле точек и в захвате флага я даже не посмотрев на этот пункт уже мог это определить данного игрока я встречал многократно в острове в формате именно таки ЦП и ЦТФ не так он сильно ярко выражен своим каким-то жестким скилловым нагибчиком потому что это можно даже судить по его УПшке у него УП 0.92 это значит что данный игрок не очень такой сильно ярко выраженный нагибатор но любит играть любит проводить в данной игре время и по праву считается жестким нагибатором и жестким задротом нашей игры и который занимает у нас сегодня четвертое место ну а мы плавно переходим к нашей троечке к тройке самых задротов игры третье место в нашем рейтинге задротов занимает девушка с ником сама себе королева она всего лишь 22 легенда но уже набита 7564 часа в нашей игре я серьезно не понимаю как можно столько времени проводить в нашей игре не набивая опыт не набивая кристаллов а просто играя либо же в паркурере либо просто вообще общаясь в чате я честно говоря никогда этого не понимал и немножечки таки поражен то что такие игроки у нас имеются которые проводят большое количество времени в таких режимах в которых не набивается ни опыт не набиваются кристаллы но они имеются и это третье место которое по сути наиграло только четверть того опыта который набил я что касаемо кристаллов так это вообще можно не сравнивать но у нее такое большое количество в игре может быть это какой-то баг или же это реальное количество но все же я этого знать не могу поэтому данный игрок занимает третье место в нашем рейтинге за дрот переходим ко второму месту второе место у нас занимает игрок с ником принц 50 легенда игрок также не очень-таки много набирают опыта но при этом имеет почти 8000 часов в нашей игре 7955 часов у него имеется и он по праву занимает сегодня второе место в нашем рейтинге он любитель играть захват флага именно в данном режиме у него набито 9000 вернее 9 миллионов опыта и почти 7000 часов большое количество при этом использует определенно много разных интереснейших пушек а также корпусов не играет на определенном каком-то одном вооружении пытается играть на всем и у него не совсем конечно это так жестко удачно получается возможно он просто миксует свой нагиб вместе с каким-нибудь паркуром или чатом что у него так много часов для меня тоже непонятно при том что он имеет всего лишь 11 с половиной миллионов опыта но вот такой вот игрок у нас имеется и мы плавно переходим к игроку который у нас занимает первое место это игрок с ником rukz тире 0 9 83 легенда данный игрок уже больше похож на того человека который должен занимать данное место хотя в принципе он не дотягивает до бориса еще очень таки много это уже такой намек на то что мы сделаем скоро новый крутейший обзор поэтому прямо сейчас поставь лайк поставь лайк обязательно поставь лайк подпишись на канал и мы делаем следующий супер крутейший обзор 8000 202 часа именно таки данное количество по сей день является максимальным количеством часов в нашей игре данный игрок использует довольно таки обширное вооружение единственное он закреплен за одним корпусом по большей части именно таки за титаном на котором набито 11 миллионов опыта а также 4000 часов но что касаемо пушек здесь он конечно же миксует почти все подряд не знаю зачем это связано возможно он выбивает какие-то свои определенные достижения либо же ему так нравится круто проводить время и играть в данных режимах на определенно разных вооружениях но также он любит очень таки контроль точек хотя и на захвате флага набито 3 миллиона опыта но вследствие тому 13 миллионов опыта в контроле точек и 5000 часов там большое колоссальное время проведено у данного игрока в игре и пока данная цифра является максимальной к сравнению у того же Бориса 6 с половиной 6 тысяч с половиной именно таки часов что касаемо других вообще всяких игроков возможно таки я кого-то упустил кого-то же пропустил может быть кто-то имеется такой вот крутой нагибатор о котором я сегодня не рассказал имеется отписали переделали красиво все это дело запечатали да мог ошибиться да мог кого-то пропустить но вот такой вот рейтинг у нас сегодня таки получился если вы еще до сих пор ребяточки не поставили свой палец вверх то обязательно ставьте его прямо таки сейчас подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны также ребят нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики но у меня на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока до сих пор